Еще одна характерная особенность Литературная Евангелие от Луки Это то, что у Луки, как и в самом Евангелии Так и вообще в книге Деяний сплошь и рядом Используются сцены трапез У Луки больше всего случаев, когда Иисус приходит кому-то в дом И там его принимают, его принимают фарисеи Во всех трех случаях здесь вот седьмая глава Одиннадцатая глава и четырнадцатая глава Он оказывается в доме фарисея И речь идет о таких вот опять социальных отношениях Потому что вообще трапезы в древнем мире Как сказать, такие вот групповые трапезы Не то, что человек дома там кушает Как обычно каждый день мы кушаем Такие вот праздничные трапезы Они не имели места каждый день Невозможно каждый день устраивать праздник Ни у кого финансов на это не хватит Потому что на праздник всегда нужно потратиться больше Чем в обычное ежедневное питание И трапезы были определенным социальным институтом Более того, я написал целую книгу Посвященную истории практики собраний в ранней церкви И суть ранних христиан Собраний первых христиан Как мы говорили, да Где они собирались и рассказывали устно Евангелие А потом зачитывали Евангелие Это были тоже трапезы Ранние христиане, первые христиане Собирались по воскресеньям в первый день недели Они потом этому дню дали свое наименование День Господень Вечером на трапезу, на ужин Их ужин назывался Ужин Господень Или Евхаристия Или Агапа Ужин Любви Там много разных названий было Вот этой христианской трапезы То есть они сперва кушали А после трапезы Они речи говорили Читали тексты Вот, например, Евангелие Молились Пели песни Это было такое у них вот общение Потому что обычная трапеза Поели, помыли посуду И пошли заниматься другими делами Или отдыхать А праздничная трапеза Особая трапеза Это не просто поесть и тут же разбежаться Нужно пообщаться обязательно Как-то вот поговорить Провести время в таком В такой социальный отдых И вот сцены трапез Они были такими вот Трапезы как социальным таким институтом Где поднимались важные темы В разговорах всегда Чтобы поговорить там На что-то серьезное И вот у Луки Иисус Оказывается на этих трапезах И там Если это трапезы с фарисеями Там происходит вот Столкновение понимания Вот самая известная история В седьмой главе Иисус пришел в дом Симона фарисея И тут пришла женщина Которую фарисей бы не очень хотел Чтобы она была И она пришла Мы знаем Помазала Иисуса маслом Вытерла ему ноги То есть умыла ноги Благовоние масла Получается благовоние стало хорошо пахнуть там И плюс еще стала целовать ноги Иисусу Христу И эта женщина мы знаем В социальном отношении Падшая женщина И здесь тоже еще один Мы увидим прием Внутренней монологии героев Этот про себя Мытарь думает Если бы Иисус знал Что это за женщина А тут наверное И не нужно было узнавать Можно было это По внешнему виду То есть понять Что это за женщина Вероятнее всего Он-то как догадался Откуда он знает про эту женщину Он ее знал А Иисус ее не знал что ли Или как она Как она оказалась Может быть этот фарисей Был с ней в другом контексте знаком И получается Что он говорит Если бы он знал А тут вот она объявилась А Иисус как отвечает Он понял Да Его мысли И сказал Да Симон Я-то конечно знаю Кто она такая Что это за женщина Но смотри Что она сделала Я пришел к тебе А ты по какой-то причине Нарушил Все самые главные Социальные договоренности Которые имеют место На перу На трапезе За трапезой Ты мне не дал целования Ты должен был Меня поприветствовать Целованием Ты Не дал указания Рабу Чтобы мне помыли ноги И ты меня Во время Вот Трапезы Во время пира Благовонным маслом Не помазал Чтобы Ну духами Чтобы было здесь приятно А что сделала она Она Ноги мне помыла Помыла Вытерла Своими волосами Слезами она помыла Она Маслом помазала Мои ноги Помазала Эти ноги То есть Благоприятно Стало пахнуть И плюс еще Она не перестает Целовать Мои ноги И кто Здесь Прав Ты Который Даже Вот такие Общие Понятия Приличия Не смог Исполнить Или Это женщина Которую Все хотят Все Все кому надо Пользуются Но ее Считают Мерзкой И ужасной Да А при этом Смотри Она Пришла И совершила Такое Удивительное Действие Да Здесь Получается Столкновение Вообще Пониманий Вот этого Фарисея Да И И того Что Ну Сделала Эта женщина Для Иисуса И как Иисус И ее Принимает Эту женщину Здесь вот Вопрос тоже Очень важный Вопрос Принятия Не просто Что ты Такой чистенький У тебя Статус И ты даже Элементарных Вещей Не сделал А это Женщина Которую Которая Может показаться Такой Вот Отвратительной Да То есть Она Не вообще Как она оказалась Среди Среди нас Тут И это дело Она вообще Не должна Здесь была быть Да Но она Каким-то образом То есть Пришла Узнала Что Иисус Там за трапезой Видимо Был Был открытый Не то что Там ее на входе Отфутболили Да Она Оказалась там И Совершила Вот это вот Служение Иисусу И получается Что во многих Местах Потом еще Вот Одиннадцатая Глава Тридцать Седьмой Пятьдесят Второй Стих Там Рассказывается Другая История По Относительно Трапез Где люди Выбирали Себе Самые Места По-моему Да Одиннадцатая Глава Тридцать Седьмой Пятьдесят Второй Стих Что здесь опять Рассказывается История Когда он Это сказал Просит фарисей Поесть у него И вошел И возлег И Фарисей Удивился Увидев Что он Прежде всего Не умылся Перед едой Но Господь Господь Сказал ему Вы фарисеи Очищаете Снаружи А внутри Вас Полны Хищения Лукаства Безумные Кто сотворил Внешнее Не он ли Сотворил И внутреннее Лишь бы Вы дали Как милостыню То что Внутри И вот Все у вас Чисто Но горе вам Фарисеям Что даете Десятину Смятые Руты И всяких Овощей И не родите А правосудие И любви Получается Здесь Речь идет О том Что опять Противопоставление Понятий У фарисеев Да Что какое-то Формальное Исполнение Каких-то Требований А тут Получается Иисус Вот Что-то Не сделал Нарушил И при этом Как ты посмел Значит Что не умыл Перед едой А Иисус Отвечает Им Той же монетой Да И говорит Посмотрите на себя А вы оставили Правосудие И любовь Божию Да Это надлежало Исполнить И того Не опустить Мы имеем Подобный Дублет В Евангелии Подобную Историю Отношение К фарисеям В Евангелии От Матфея Мы видим Вот эта Двойная Можно так Сказать Аттестация Значит Этой Истории Из жизни Иисуса Христа Но Мы видим Что за столом Как раз Идет Вот эта Полемика У Иисуса Христа В отношении Истинных Ценностей В отношении Истинных Ценностей Что На самом Деле Ценно Внешняя Атрибутика Которой Часто Люди Стремятся Или Внутреннее Содержание Или Принятие Забота Милость Любовь Это то Что Это то Что Вот такое Внутреннее Что Как бы Невозможно Фальсифицировать Как бы Сказать Да Что Любовь Есть Любовь И ее Сразу Чувствуешь Человек По любви К тебе Относится Либо Наоборот Он Ну Он что-то Делает Ради Собственной Какой-то Выгоды И вот В принципе Вот эти Вот сцены Трапез Еще Еще Важная Литературная Литературная Особенность Луки Заключается В том Что Есть У него Очень много Параллельных Эпизодов И параллельных Персонажев Трапез Встречается Из жизни Иисуса Поддержание Повествования Евангелия Для Слышателей Опять Они Слушают Евангелие Делают Определенные Параллели И выводы Также В Евангелии От Луки Еще Есть Такая Особенность Это Прерванные Речи Это История Когда Ну Случай Когда Иисус Что-то Что-то Рассказывает И потом Вдруг Из толпы Или Из аудитории Слушающей Его Какая-то Реплика Какой-то Возглас И потом Вот это Повествование Прерывается И Вследствие Вот этого Вот этой Реплики Иисус Начинает Меняется Ход Сход Повествования Ход Учения Переходит К новой Другой Теме И вот В 11 Главе Иисус Евангелие От Луки Иисус Рассказывает О том Как Вот это Человека Держим Бесами Как там Кто Кого Изгоняет Получается Если я Перстом Божьим Его Стали Обвинять Знамения Требовали И тоже Говорили о том Что Он Изгоняет Бесов Князем Бесовским И Иисус Рассказывает Дальше Про эту Ситуацию О том Что Вот Человек Одержимый Если я Изгоняю Вильзевулом То этого Не может быть Как Более Сильный Должен Зайти И тогда Арестовать Его Или Связать Напасть На него Победит И тогда Он Все ему Достается В добычу И он Пока Рассказывает Рассказывает И говорит Что Нечистый Дух Если Выйдет Человека Потом Берет Семь Других Более Злейших И тут Смотрите 27 стих И было Когда он Говорил Это Некая Женщина Возвысив Голос Из толпы Вообще Речь идет Об Изгнании Бесов О том Как Бесы Могут Завладеть Человеком И для Него Это Просто Ну Страшно Что Какой Результат Будет Иметь В жизни И тут Женщина Вообще Из толпы Говорит Блаженно Чрево Носившее Носившее Тебя И сосы Вскормившие Тебя Что К чему Зачем Об этом Говорить Причем Здесь Это Да Женщина Ты Ну Соображаешь Что Говоришь А он Ему А он Тут же На эту Реплику Говорит Да И аминь Да Нет Он А он Сказал Еще Блаженнее Слышащее Слово Божие И Соблюдающие Его Да Блаженно Которое Носило Меня Вочревие И Вскормило Меня Но Сам Блаженное Слово Какое здесь Слово Макариус Да Используется Счастливый Да Это греческое Слово Кто Знаете Самый Счастливый Это Тот Кто Слышит Божье Слово И Исполняет Его Да И Дальше Он уже Начал Говорить Про Род Рукавый Который Ищет Знамения Вот Тоже Таких Несколько Примеров Евангелия От Луки Когда Идет Ход Повествования Потом Ну Раз И надо И надо Сменить Тему ТВ-семинари Благотворительный Проект Наш Общий Вклад Обеспечит Доступное Христианское Образование И формирование Сотен Служителей По всему Миру Поддержите Наш Проект Молитвой Финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти На сайте tvseminari.com И последние Пару Моментов И мы Тогда Заканчиваем Наше Повествование На сегодня Тоже Очень Сильно В Евангелии От Луки Или очень Активно Используются Внутренние Монологи Героев Внутренние Монологи Это когда Каким-то Образом Это Тоже Самое Наверное Удивительное Да Узнается О чем Думает Герой В этом Повествовании Вот знаменит Вот только что Мы смотрели Историю Когда Симон Фарисей Про себя Думал Или Другой Другая История Когда Человек У который Собрал Большой Урожай Он Стал Про себя Думать Что Мне Делать Дай-ка Я Сломаю И Построю Более Еще Большие Вот эти Вот Житницы Или Как там Амбары И туда Все Сложу Другой Пример Про Этого Неправедного Управителя У которого Забирают Управление Он говорит Он про себя Думает Что Мне Делать Что Мне Делать Сейчас Я Пойду Призову Я Просить Не Могу Милостую Копать Тоже Не Умею Ничего Что Мне Делать Вот Я Придумал Это Ж Внутренний Монолог Героя И Вот Таких Примеров Пожалуйста В 7 Главе В 12 Главе В 16 Главе В 18 Главе И В 20 Главе В 18 Главе Знаменитый Этот Неправедный Судья Его Вдова Докучает Докучает Он про себя Говорит Надоела Эта Вдова Помогу Ей То есть Вот Вот Эти Внутренние Монологи Героев Какова Их Функция Зачем Они Нужны Мы Заметили Что Все Практически Вот Эти Внутренние Монологи Это Как Вот Такая Остановка В Повествовании И Вот Этот Герой Этого Повествования Он Задает Вопрос Что Делать Что же Делать В этой Ситуации Что Я буду Делать И Это Читатели Это Такой Вот Получается Прием Литературный Да Вот Это Внутренняя Речь Героев Для Того Чтобы Побудить Читателя Вместе С этим Героем Задаться Вопросом А что Я буду Делать В этой Ситуации И Последняя Такая Литературная Особенность Это Истории С Открытым Концом С Открытым Концом Вот Можем Прочитать Из Десятой Главы Двадцать Пятой Тридцать Седьмой Стихи Десятая Глава И на этом Мы с вами Заканчиваем Здесь Говорится Про законника Который Тоже Просит Чтобы У нас Получить Жизвечную Да И Что Происходит Дальше Открытый Конец Да Это В итоге Иисус Рассказывает Ему Историю Про доброго Самарянина Да Возлюби Ближнего Как самого Себя Поступай Так же А он Ему Спросил Кто Мой Ближний Иисус Рассказал Историю Про доброго Самарянина А потом Тридцать Шестой Стих Кто Из этих Троих Думается Тебе Оказался Ближним Попавшему В руки Разбойников Он Сказал Сотворивший Ему Милость Сказал Ему Иисус Иди И ты Поступай Так же И получается История Как бы Не заканчивается Да Он ему Говорит А у того Нету Шанса Что-то Отреагировать Ответить И вот Эта история С открытым Концом Вот таких Вот несколько Улуки Тоже Их можно Отдельно Более Глубоко Исследовать Они Опять Призывают Читателя Сделать Вывод Для себя А как Я буду Поступать В этой Ситуации Мы так Думаем Что Ну конечно же Добрый Самарянин Это Я всегда Добрый Самарянин Вот давайте Вспомним Свою Жизнь Хорошо Сколько Раз Мы как Раз Больше Поступали Как Этот Кто там Священник Левит И священник Которые Прошли Прошли Мимо И Вот такая Драматическая История История Которая С таким Открытым Концом Где У Вот этого Того Кто задает Вопрос Иисусу Кто ведет С ним Диалог У него Дальше Он Ничего Не Говорит История Обрывается Но Вот Этот Ответную Реакцию Да Иисус Ему Говорит Иди Поступай Так же Будет Ли он Это Делать Или Нет Это Вопрос К нам Читателям Готовы Ли мы Поступать Так Как Сказал Иисус В этой Истории И Вот Эти Многие Литературные Особенности Которые Мы С вами Рассмотрели Они Опять Играют Важнейшую Роль В двух Аспектах Они С литературной Вот такой Повествовательной Точки Зрения Помогают Слушателям Евангелия Уяснить Смысл Учения Иисуса Христа Это раз И второе Через них Проходят Многие Вот эти Центральные Темы Которые В этом Евангелии Поднимают Как я уже Сказал Можно сказать Три основные Это тема Спасения Всего Мира Тема Духа Святого Роли Духа Святого Водительства Святого Духа И также Третья тема Это социальные Социальные Отношения Служения Друг Другу Которые Ну Вот Являются Наиболее Важными Для тех Кому Обращено Это Евангелие От Луки Ищите нас В поисковых Системах По запросу ТВ-семинария Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...